Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Чее. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный быстрый завтрак. Я сегодня буду использовать цельнозерновой хлеб. Вы можете использовать любой тостовый хлеб, вы можете использовать чиабатту и даже хлебцы готовые, которые уже позаботились производители о том, чтобы вы вкусно и легко позавтракали. Но сегодня я хочу использовать свежий хлеб. Именно в этом и заключается весь фокус нашего завтрака. Я его хочу обжарить на кокосовом масле. Сегодня я вот возьму сковородочку, разогрею ее сейчас на конфорочке и буду обжаривать с двух сторон. У меня есть кокосовое масло. Вы можете использовать, в общем-то, и сливочное масло, но хочется мне придать сегодня необычный вкус нашему блюду, кокосовый вкус. К тому же кокосовое масло считается одним из атрибутов здорового питания, поэтому сегодня будем экспериментировать. Кстати, кокосовое масло можно добавлять даже в чашечку с кофе, поэтому не бойтесь использовать масло. Небольшое количество разогреваю на сковородке. Можно еще добавить чуть-чуть с двух сторон, чтобы хватило нам для обжарки. Пусть будет чуть-чуть больше. И буду использовать банан. Можно, в принципе, добавить ягод, можно добавить любой фрукт, который вы любите. Мне нравится сочетание на тосте хрустящим с кокосовым маслом, именно вкус банана. Я сейчас его разомну вилочкой в посуде поглубже. Можно порезать кружочками. Мне хочется сегодня приготовить такую банановую пасту. В нее я добавлю небольшое количество кунжута. Ну или кунжутом можно просто присыпать уже готовые тосты. Возьму вилку. И превращу банан в такую кашицу. Очень важно выбрать спелый банан, чтобы вот этот момент получился. Так, и кончик я убираю. Хорошенько разминаю. Добавлю немножко кунжута. Добавим полезных жиров. Сюда можно добавить и семечки чия, и можно добавить небольшое количество каких-нибудь орешков, если вы любите. Льняное семя можно добавить. Добавить полезных жиров. Жиры у нас преимущественно сегодня полезны, потому что кокосовое масло у нас в сковородочке натуральное. Хлебушек, углеводы. Уже пошел такой приятный аромат кокосового масла. Потрясающе. Обжариваем с двух сторон. Обязательно, обязательно в этот момент контролируйте хлеб, потому что он может очень быстро сгореть. Ну, а также можно поставить на соседнюю конфорочку турочку с кофе. Приготовить вкусный натуральный кофе, ароматный, к полезному завтраку. Вторая сторона. Посмотрите, как аппетитно это выглядит. Ну, а далее я буду отправлять банан на получившуюся смесь на хлеб. Снимаю со сковородки. И отправляю этот потрясающий крем. Никакого сахара здесь не нужно. Банан имеет собственный натуральный сахар, фруктозу, которого вполне достаточно для того, чтобы назвать данный завтрак даже десертом. Ну и чуть-чуть осталось. Я не буду ничего оставлять в тарелке. Вот такой вкусный, хрустящий, ароматный тост получился у нас за 5 минут. Кокосовое масло смешалось с ароматом банана. Это потрясающий запах, потрясающий вкус. Обязательно попробуйте приготовить у себя на кухне. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова